Здарова, с тобой Гар. Тут такое дело, ребята, я подумал. Раз я разбираю пасхалки и лор в Battlefield 2042, то почему бы не рассказать данным видео про вещи, за которые вы не получите награду, но было бы интересно узнать. Например, пасхалки, отсылки, мелкие детали и тому подобное. К разным играм, реальным событиям в мире, ну и конечно же к другим частям Battlefield. Ну а пока обязательно подписывайся на канал, если еще не подписан, ставь лайк под видео и пиши комментарии, интересен ли тебе подобный контент. Поехали! Начнем мы, пожалуй, с тех деталей, которые вы могли бы не знать, и отсылок к другим играм серии Battlefield. Вот у нас есть взрывчатка под названием C5. И если многократно нажимать на триггер детонатора, то на его дисплее будут высвечиваться различные забавные фразы. Идем дальше. Карта Разрыв. Сто процентов каждый из вас видел этих пингвинов. Да это даже стало своеобразным мемом и маскотом серии Battlefield. Но не думаю, что вы знаете, где они находятся. Чтобы их найти, нужно взять прицел с большой кратностью, встать сюда и посмотреть в ту сторону. И вон эти забавные ребята. Ну или взять вертолет и полететь туда. Естественно, пингвины испугаются и нырнут под лед. Также на этой карте вот здесь есть прикольное местечко для чила с отличным видом и вот таким прекрасным снеговиком. Подобное место есть и на космодроме с видом на взлетающую ракету. Еще здесь есть два скелета огромного кита Левиафана. Продолжение следует... Также на разрыве есть детский рисунок, как пингвин готовит пиццу. Ну и самое, наверное, прикольное, это то, что здесь на разрыве рядом с американской базой можно найти вмерзшего в ледник легендарного для батлы Мегаладона и услышать треск льда. Наверное, когда-нибудь он выберется оттуда. Ну и недалеко от точки А внутри ангара на стене можно найти рисунок того же Мегаладона, который перевозит контейнеры, судя по всему, на другие карты 2042. Еще можно услышать запись радио про НЛО. Продолжение следует... 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 можно найти ящик, в котором лежит банан с таким же таймером. Эх, тут я могу только сказать эфочки за стадион. Но, скорее всего, в полусражение вы не замечали, что на стадионе, когда он еще был доступен, да и сейчас, в принципе, тоже, если успеете за 10 секунд, можно найти еще одного маскота серии, динозаврика. А раз пошла речь про динозавра, то если вы возьмете американского разведчика из эпохи Battlefield 3 и отдадите команду вперед, то наш разведчик скажет фразу из BF3. Учтите, это только на английском языке. Еще на песочных часах есть обломки упавшего из-за блэкаута спутника. Находятся они между точками Е1 и Ф1. Кто шарит за лор, поймет, о чем речь. А кто не шарит, может посмотреть мой плейлист. Ссылку прикрепил. Иногда, когда вы едете в транспорте, включая радио, можно услышать заглавную тему Battlefield. Также тему можно услышать, если вы делаете из порталовской пушки мультикил более шести человек. Всеми любимый рыбопесик Рейнджер. Оказывается, его можно погладить, да и не только. Еще он может выступать, как колонка зумера с района. Да и вообще, он умеет танцевать. Как заставить его это сделать, я рассказывал в одном из своих видео. Ссылку прикреплю в описании и правом верхнем углу. На карте Калейдоскоп и Возвращение можно найти очень детализированный бургер. Это отсылка к аналогичному недостатку. Доеденному бургеру из Battlefield Hardline. Да, кто-то еще про него помнит. А еще на Возвращении рядом с американской базой есть мистическая пентаграмма и череп. Непонятно пока что тут или кого пытались призвать. Также череп есть около точки В1 у пенька. На крыше ангара в углублении на точке С1 есть мяч. С которым играет рейнджер на этом граффити. И карточки игрока. Карта на мели. Вот тут, между точками С1 и С2, находится мини-версия скалы с огромной дырой посередине. Это отсылка на карту из копейки Синайская пустыня. Там точно такая же скала. На обломках недалеко от точки Д2 в трубе можно найти птичье гнездо. А название разобранной подводной лодки Александр. Так зовут меня. Спасибо, Дайс. На тук-туках написан номер телефона. Если приглядеться, можно понять, что он состоит из номерных частей Battlefield в порядке их выхода. 19-42, 2, 3, 4, 1, 5, 20-42. В забытом богом режиме Hazard Zone вы гоняетесь за жесткими дисками, на которых записаны предыдущие части Battlefield. На калейдоскопе есть мемориал, но вряд ли кто-то читал, что там написано. Это памятник жертвам падения спутника из-за блэкаута 2040 года. Основная отправная точка событий игры. Еще на карте есть остановки, и на них есть карта метро. Если присмотреться к желтой ветке, то дайсы хорошо тебя потроллят, ибо там написано следующее. Засекречено. Очень мясная карта. Так что 99% что вы этого не слышали. Однако выбегая с российской базы, можно услышать жуткую фразу. Вот здесь, рядом с крематорием, где-то заперли рейнджера. Можно услышать, как он издает звуки. Обвесы для оружия выпускаются производителями, подозрительно напоминающие имена персонажей из серии Battlefield. Ну и по мелочи чуть-чуть. На манифесте и космодроме можно встретить типичного игрока в Call of Duty. На песочных часах змей. На возрождении бабочек. А на Вальпараиса крабиков. Если вы стоите и долго бездействуете, ваш боец начнет чихать. Ну и конечно, легенда, не нуждающаяся в описании. Талисман в виде чайного пакетика. Тибэк. Теперь рассмотрим отсылки к другим играм и реальной жизни. Скейтпарк на калейдоскопе называется Full Circle. Мало кто придает этому значению, однако это логотип и название студии, которая в Electronic Arts сейчас разрабатывает игру Skate. На карте обломки между точками D1 и D2 можно найти интересный символ. Нужно взять Макея и залезть в это укромное местечко. Здесь вы увидите граффити. Оно отсылает на великолепную игру Shadow of the Colossus. Кто не играл, обязательно поиграйте. Mirror's Edge. Игра, также разработанная студией DICE, и естественно на нее есть отсылки. Первая на карте калейдоскоп на небоскребе рядом с точкой E2 под трубой. Это знаменитые кроссовки главной героини Fate. Вторая на карте горячая точка на стреле крана над точкой D1. Во время ивента директива Архангел можно было купить брелок на оружие под названием Симулякор. Это отсылка на Ash из Титанфола и Apex Legends. Учитывая, что сейчас разработкой серии Battlefield руководит Винс Зампелло, это неудивительно. На карте засекречено можно найти детский рисунок, который отсылает на достаточно известного в кругах Battlefield западного ютубера. Его имя по личным причинам называть не хочу, но кто понял, тот понял. Постер фильма МакАртур Отсылает к старшему продюсеру DICE, Райану МакАртуру. Карточка игрока и жетон «Лети высоко, разведчик» были добавлены в честь Тони Шнура или Фиг 44, умершего разведчика из известнейшего ютуб-сериала Battlefield Friends. Также в честь него нарисовано граффити рядом с точкой C1 на карте Возвращения. Царствие небесное тебе, бро, и спасибо за детство. Ты навсегда в интернете и в наших сердцах. Помните то судно Evergreen, которое в 2021 году парализовало Суэцкий канал? DICE не оставили это незамеченным, и в первом сезоне в боевом пропуске на 27 уровне можно было получить брелок. Тот самый контейнер ВОЗ под названием «Блокировщик канала». А во втором сезоне DICE высмеяли сами себя, добавив брелок на оружие в виде контейнера. А мы-то с вами знаем, как они любят контейнеры. Ну и вот, недавняя праздничная пасхалка, приуроченная к Новому году. Косвенно отсылает нас к Dead Space Remake, так как модельки игрушек, которые мы ищем, взяты прямиком оттуда. На данный момент это все из того, что я смог для вас откопать. Надеюсь, было интересно. Обязательно пишите в комментариях, знали ли вы про эти отсылки, что я нашел, или нет. Если знали, то про какие. А если знаете что-то, чего не было в видео, тем более. Я думаю, это не последнее подобное видео на канале. Ну и конечно же, ставьте лайки за труды и подписывайтесь на канал. С вами был Гар, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok